Ну что, продолжаем. Остановились на нотациях в прошлый раз, до перерыва. Значит, два. То есть, грубо говоря, к текущему моменту существует набор нотаций, с помощью которых вы можете описывать бизнес-логику приложений. Это может быть не только искусственный интеллект, а может быть обычная автоматизация. Обычно автоматизация чаще используется только вот такие нотации. При этом есть еще нотации, связанные с принятием решений. Может быть, это не совсем искусственный интеллект, но он уже достаточно близок к нему. То есть, здесь попытка описывать логику комбинированным подходом процесс плюс точки принятия решений. Вот и сейчас посмотрим на примере интернета вещей. Ну, какие-то задачи из интернета вещей, понятно, они такие простенькие. Но, тем не менее, они неплохо показывают, что вообще это такое. Ну, и первая задачка, которую тут предлагают авторы, это система кондиционирования. Это, по сути, кондиционер. То есть, как он должен работать. Он проверяет температуру. И в зависимости от температуры он включает охлаждение больше, меньше, там, прохладнее, теплее. Вот. То есть, грубо говоря, пытается описать задачу в терминах не так, что при температуре больше, там, между 10 и 20 градусов, включай, там, вентилятор на 70%. Пытается описывать задачу в терминах следующего образа. Если охлаждение, грубо говоря, если тепло, либо, например, если холодно, то выключи систему охлаждения. Если тепло, то включи, там, вентилятор, да. Если жара, ну, включай вентилятор на максимальную мощность. Это такой хороший пример, вот, для нечеткой логики, да, когда вам нужно преобразовать какие-то конкретные показания датчиков в некоторое такое человеческое описание, да, и описывать правила работы кондиционера на основе вот таких уже величин. Вот это такой подход, это вот та самая нотация BPMN, которая позволяет вам описывать некоторую логику. То есть, там есть специальный такой элемент в этой нотации. Это, по-моему, как-то Condition Gate он называется, где вы можете задавать разные ветки и привязывать движение в ту или иную сторону в зависимости от значения, которое у вас на входе. Вот, и второй элемент, да, это процессы отдельные, отдельные сервисы, к которым вы обращаетесь для получения ответа. То есть, у вас есть вход, в данном случае там это просто какой-то триггер, то есть, сообщение, да, что вот, скажем, по расписанию, которое вызывается. Соответственно, здесь идет обращение к сервису. Это может быть просто какой-то код, либо это может быть какое-то там сообщение, либо какой-то сетевой пакет, либо обращение по REST API. Проверить температуру, да, и результат пытается дальше. В зависимости от результата раскидывается, идет либо по одной, либо по другой ветке, то есть, Decision Gate, и в каждой из этих веток есть свой сервис, который выполняет вполне конкретную задачу. Ну, пример здесь такой, конечно, игрушечный, да, но, тем не менее, общая идея должна быть понятна, что есть наборы сервисов, есть точки принятия решений, да, где нужно в зависимости от ситуации действовать либо так, либо так. То есть, не что иное, как набор правил. Если температура меньше нуля, то выключаем систему охлаждения. Если температура меньше двух градусов, ну, здесь, скорее всего, речь идет о френгейте, о френгейтах, то, соответственно, включаем температуру на низкий уровень, да, то же самое, там, до пяти, до десяти и до ста. Соответственно, это такая, своего рода, система управления, которая будет у вас приводить температуру окружающей среды, чем бы она ни была, к нулю. Ну, в данном случае непонятно, что такое ноль, да, это либо, если это таблица, если это френгейт, то это комнатная температура, скорее всего, о ней идет речь. Вот если Цельсия, то, значит, просто ноль. Ну, скорее всего, все-таки френгейт, да. Вот такой пример простой системы управления, построенной на правилах, если то. Вот, описанный с помощью нотации BPMN, да, с помощью нотации процессов, процессном подходе, да, то есть у вас есть начало процесса, у вас есть конец процесса, и у вас есть сервисы, которые выполняют кеоритетные задачи, плюс точки ветвления. Вот это такой первый пример именно BPMN, нотации для задачи охлаждения, да. Второй подход, та же самая задачка, но скомбинированная, да, когда у вас есть не только процесс, но еще есть точки принятия решения. То есть мы оставляем процесс проверки температуры, оставляем процесс установки температурного уровня, но при этом мы вводим точку принятия решения. То есть в данном случае мы создавали просто некоторое ветвление, да, раскидывали его на пять процессов разных. Каждый из них решает похожую задачу, но в целом такой немножко избыточным это выглядит, да. То есть у вас есть некоторое устройство, вентилятор, который нужно включать на разную скорость. Ну, странно делать это разными процессами, да. Поэтому вот более разумным выглядит такая конструкция, где у вас есть процесс проверки температуры, есть процесс установки уровня охлаждения, то есть, по сути, скорость вентилятора, и есть точка принятия решений. Вот как раз нотация DMN, она позволяет вам описывать точки принятия решений в таких системах. Что она из себя представляет? Ну, тут, на самом деле, две нотации. Первая DMN, которая описывает сами правила. И вторая нотация – это DRP. Сейчас точно уже не помню. Это диаграмма принятия решений. То есть у вас правила, они организуются в группы, и группы выстраиваются в некоторую последовательность. За счет этого вы можете, например, управлять конфликтами. Во-первых. Во-вторых, вы можете заниматься декомпозицией задачи. То есть если вам нужно принять сложные решения, состоящие из сотен правил, вы можете определить последовательность. То есть некоторая предобработка. То есть сначала мы по правилам вычисляем какие-то факты об окружающем мире. То есть нам пришли сырые данные. Из сырых данных мы должны оценить происходящее вокруг. Для этого мы можем, например, сырые данные сначала по каким-то правилам преобразовать в какие-то факты или сущности более высокого порядка. Ну, например, к вам прилетело, не знаю, три мячика, у которых цвет красный. И у вас может быть правило, что если все мячики красные, то к нам прилетают только красные мячики. То есть как бы факт, к нам прилетели только красные мячики, это тоже отдельная сущность, новая сущность, которая получена из сырых данных, что к нам прилетел мяч 1, его цвет красный, к нам прилетел мяч 2, его цвет тоже красный, 3 тоже красный. И отдельное правило, которое преобразует, проверяет, что если все цвета красные, то мы отмечаем новые, делаем вывод о том, что все цвета красные. А дальше могут быть системы более верхнего уровня, которые ориентируются уже на вот эти высокоуровневые факты, высокоуровневый вывод, что раз все мечи красные, и там, не знаю, открыта форточка, там сделай то-то. Ну, я так на ходу придумываю какие-то странные примеры, но тем не менее, надеюсь, общая идея будет понятна. То есть есть точка принятия решений, но сама точка принятия решений может состоять тоже из некоторых последних шагов. То есть, по сути, она тоже имитирует то, как принимает решение человек, то есть он, анализируя факты, которые перед ним есть, он пытается группировать факты в какие-то сущности более высокого порядка, то есть обобщать, делать некоторые обобщения, и потом на основе вот этих выводов, полученных в результате обобщения, делать новое, принимать решения. То есть такой итеративный процесс. Вот нотация как раз DMN, она включает в себя еще DRD-нотацию, описание иерархии. Мы там чуть ниже посмотрим, что это может быть за иерархия. Соответственно, мы с вами будем смотреть еще немножко другой подход. Там мы будем рассматривать более сложную систему, которая, по сути, существует итеративно, то есть она позволяет вам уже некоторый процесс принятия решений, который описан не в виде процесса, а в виде последовательности срабатывания правил. Вот, но она, к сожалению, не так популярна. Будем тоже о ней говорить и почему она не популярна. Вот, то есть все-таки в таких промышленных системах, в системах автоматизации бизнес-процессов люди любят некоторую, как бы сказать, стабильность, даже не стабильность, а некоторую формализацию. Поэтому больше склоняются вот к таким иерархическим схемам, когда у вас четко прописано, как принимается решение. Может быть, здесь уже нет интеллекта, здесь есть исследование правилам, то есть это тоже своего рода некоторые правила. В какой последовательности применять правила? Вот нужно это для того, чтобы исключать конфликты, чтобы локализовывать задачи. То есть одна из задач, как мы уже в прошлый раз обсудили, это поиск противоречий. То есть это способ, декомпозируя ваше решение, состоящее на основе правил, декомпозиция этого решения на некоторые локальные решения, подрешения, которые складываются в общие решения, для того, чтобы снизить сложность задачи. То есть главный способ борьбы со сложностью – это декомпозиция. И вот DRD-аннотация как раз позволяет вам описывать решения, точки принятия решений, как некоторую декомпозированную систему. Таким образом, уже видно, что если просто описывать на уровне бизнес-процесса, тут, наверное, начинается какое-то мясо с этим делением по каждому, выполнение процессов, которые одно и то же делают, но с разными значениями. Введение вот этих правил, если то, то есть точки принятия решений, оно позволяет вам существенно упростить сам процесс, сделать его более логичным. То есть с точки зрения человека, вот это более понятно, чем вот это безобразие, когда у вас на каждую, на каждый чих у вас какая-то своя ветка. Должны понимать, что да, в реальной системе таких веток будут сотни тысячи, и это просто бардак, с которым невозможно просто работать. Вот поэтому, если говорить там о системе искусственного интеллекта, то, конечно, ориентироваться нужно больше на такие схемы, где у вас есть точки принятия решений. И эти точки принятия решений тоже, в свою очередь, могут применять, там может применяться некоторая композиция на уровне дерева принятия решений, графа принятия решений, где есть стартовые, в данном случае здесь просто температура, что является входом, и последовательность блоков правил, где каждый блок правил, он отвечает за преобразование текущей системы фактов, в данном случае это температура, факты, то есть некоторые логические выводы. То есть такой получается некоторая система логического вывода, где последовательно применяются наборы правил. В самих правилах волшебства никакого нет, это просто набор входов, согласно этой нотации, выходов, у каждого входа-выхода есть название, есть тип данных, вот, и есть условия. То есть есть отдельный язык представления таких правил, то есть там прописано, что можно делать, то есть если у вас там дабл, как задавать интервалы, как задать конкретное значение, если это строка, то это просто текст, есть разные функции, которые можно здесь использовать, чтобы, например, не просто текстовыми, а, например, какие-то вычисления произвести. Вот, то есть такого рода нотации вам позволяют описывать, по сути, систему принятия решений. То есть описать процесс принятия решений, в данном случае это будет процесс, в нем обозначить процессы, которые что-то непосредственно делают с внешним миром, вот, и точки принятия решений. Вот такая базовая идея построения такого умного, умной системы на базе таких формализованных правил, набора правил. Вот, ну вот более сложный пример, да, это вентиляция. То есть у вас есть, опять-таки, несколько, у вас есть датчик углекислого газа, у вас есть датчик присутствия человека в комнате или там в машине. И, соответственно, на основе вот этих двух датчиков нужно построить систему принятия решений. Опять же, здесь первый пример приведен на базе только нотации BPMN, то есть только бизнес-процесс, да, описывается с точками принятия решений. Ну, по сути, вот эти гейты, то есть условия, ифы. Вот, опять видим, да, что начинается какое-то мясо, вроде всего два датчика, а какое-то начинается мясо, да. Ну, тут дополнительно еще некоторые временные задержки появляются и расписание. Вот, но опять-таки, вот видим, что просто если там, не знаю, в коде, пусть даже это будет не движок бизнес-процесса, да, просто код, который вы описываете, ну, начинается какое-то мясо, вот всего при двух датчиках уже довольно сложная модель получается процесса. Вот, опять же, можно применить здесь подход на основе точек принятия решений. То есть первый вариант, ну, вот они тут такое применяют, да, что есть конкретные действия, то есть работа с датчиками, два датчика, два действия. Соответственно, есть точка принятия решений на основе показания этих датчиков, есть, соответственно, действия, то есть отрегулировать систему вентиляции, там, остановить ее, запустить. Вот, ну, здесь почему-то опять ветвление пошло, ну, понятно, почему, потому что им нужно итеративный процесс построить, на основе времени, да, и дальше, видимо, следующий, а, ну, это, видимо, старт, это, видимо, дальше, ну, не очень понятно, почему так сделано, тут надо, видимо, по тексту смотреть, почему у них такая логика, немножко странная. То есть в моем понимании у вас просто есть два датчика, точка принятия решений и действия. Почему они здесь добавляют, ну, тут надо разбираться. Вот, соответственно, то, о чем я говорил, что когда у вас иерархия некоторая выстраивается, то есть есть проверка, ну, тут, да, есть правило, то есть есть два входа уже, присутствие и качество воздуха. Соответственно, есть два возможных значения качества, два возможных значения присутствия. Присутствует или отсутствует. Вот, и в зависимости от состояния, да, у вас четыре, то есть все возможные комбинации, это четыре, четыре варианта. Вот, либо, соответственно, увеличивается поступление кислорода, вентиляция включается, либо уменьшается, то есть просто останавливается она, либо вытягивается, например. Вот, мы видим, да, что если есть присутствие, если присутствуют люди и низкий уровень содержания кислорода, то вентиляция включается. во всех остальных случаях вентиляция выключена, соответственно, кислород не поступает. Ну, это и разумно, да, если у вас уже уровень кислорода низкий, то есть вам не обязательно крутить вентиляцию постоянно, вы ее можете включать только тогда, когда это нужно. Вот, то есть тоже такой пример простой системы интеллектуальной, которая учится чувствовать присутствие человека, анализировать состояние воздуха в комнате и либо включать вентилятор, либо нет. То есть сразу понятно, очевидно, выгода, да, экономия электроэнергии. То есть нет смысла постоянно гонять воздух, если уже уровень кислорода приемлемый. Либо если просто людей нет, смысла гонять воздух нет никакого. Вот, это второй пример, который здесь приводят. И третий примерчик, это система медицинская, связанная с диагностикой пациента. То есть пациент у вас лежит на, что у них тут, похоже на какие-то навеянные ковидом темы. То есть пациент лежит под ИВЛ, системой искусственной вентиляции легких. Вот, есть сенсор, который показывает уровень оксидации организма, да, или там какой-то другой сенсор, вот, по которому, а, ну это, наверное, уровень биения сердца, ЭКГ, да. Соответственно, тоже первый вариант, это на базе BPMN, или там, не знаю, если нравится, считайте, что это просто программа, которую вы пишете, процедура, да. Видим, что опять начинается довольно сложная модель, которой довольно сложно разобраться, при том, что здесь всего один датчик, ну, ладно, здесь несколько датчиков, при этом здесь еще и есть определенная логика, что нет смысла, например, проверять другие сенсоры до тех пор, пока не сработает сенсор, а, нет, в любом случае нужно проверять, но при этом есть несколько действий, да, есть действия по включению тревоги, то есть, чтобы прибежал врач, посмотрел, в чем проблема, есть, значит, действия по некоторым рекомендациям персоналу, который подбежал, что ему сделать, то есть, логика становится еще сложнее, несмотря на то, что система достаточно простая, тут всего раз, два, три, четыре датчика, значит, четыре датчика, да, есть персонал, который подбежит по тревоге, есть, значит, элемент, который выдает тревогу, и есть некоторое табло, которое выдает рекомендации персоналу, что сделать. Вот, соответственно, такая простая система, состоящая из нескольких элементов, логика ее работы, она становится уже совсем нетривиальной, то есть, тут возникает огромная куча правил, раз правила, два правила, три правила, четыре, пять, шесть, семь. семь правил, которые определяют, что система должна сделать. То есть, в простейшем случае, да, это делает человек, он там, не знаю, делает обход, смотрит на пульс, если пульс нормальный, то идет дальше, если нет, там проверяет, не знаю, там состояние кожи, состояние дыхания, МГ, что-то еще, да, такой, тоже какой-то сенсор, который состояние определяет. Дальше в голове принимает решение, что ему делать. Либо одеть маску, либо инхейлер, это, видимо, ну, предположим, что разряд дать, да, чтобы сердце запустить. Вот, то есть, тоже вот система, по сути, уже такая экспертная, которая, некоторый такой искусственный интеллект, умное устройство, которое принимает решение на основе показаний четырех датчиков. И при этом еще дает рекомендацию, да, и включает тревогу. Вот, описанная либо там на языке процессном, либо на языке программирования, это превращается в какой-то кошмар. У вас тут уже целых будет восемь ифов, которые нужны, ну, иф, в смысле, условия, да, если вспомните, язык программирования, иф, илсы. Вот, у вас начнется, короче, какие-то макароны с вложенными ифами, и это будет полный кошмар. То есть, даже на таких простых системах уже видно, что просто слепое программирование процедурное или описание бизнес-процесса в виде набора процессов с точками вертвления, это уже какой-то кошмар начинается. То есть, с виду разобраться в этой схеме, ну, требует некоторых усилий. А если у вас правило будет не 7, а 70, то это уже просто кошмар будет. То есть, с этим уже делать. Вот, и второй вот вариант они предлагают с точками принятия решений. То есть, на основе нотации деймон. То есть, есть сенсор, нужно его проверить. Значит, есть отдельное ветвление по запуску аварийных ситуаций, да, потом идет уровень считывания других сенсоров и точка принятия решений, по которым нужно что-то вывести на экран. Ну, в данном случае две альтернативы. Либо оденьте маску, либо проведите, не знаю, хейлер, развлечение, ну, неважно, короче говоря, будем считать, что разряд дать для запуска сердца, либо какой-то укол сделать. Вот, то есть, сразу модель становится понятной, как, как она работает, да, что она считывает первый сенсор, принимает на основе него решения. Если ситуация критическая, то запускает тревогу, дальше считывает показания других сенсоров, трех, анализирует серьезность, серьезность проблемы, вот, и в зависимости от серьезности выдает результат, что нужно сделать, ну, рекомендацию, скажем так, что нужно сделать, либо ничего, либо, там, одеть кислородную маску, либо, не знаю, сделать укол, например. Вот такая интеллектуальная система, сразу понятно, как она работает, то есть понятен четко процесс, первый сенсор принятия решений, второй сенсор принятия решений и вывод результата. Сразу становится все понятно. Вот, ну, соответственно, для нее вот такая диаграмма принятия решений с точки зрения иерархии, да, то есть есть источники данных, есть правила принятия решений, есть общее принятие решений, общее правило, которые позволяют вам описывать принятие решений вот таким образом. Вот, ну, соответственно, правило в DMN-нотации тоже становится уже сложнее, то есть здесь уже появляется 4 входа в соответствии вот с этими, с этой диаграммой, и, соответственно, 4 входа превращаются в зависимости от условий, то есть есть fast, normal, да, есть холодная, то есть, ну, грубо говоря, кожа, температура кожи, да, холодная, теплая, нормальная, ну, наверное, тут холодный, нормальный и биение сердца, да, быстро и нормально. Респирация – это дыхание, то есть как часто человек дышит, как часто бьется сердце, какова температура кожи и мускульная активность. Соответственно, в зависимости от этих 4 состояний оценивается результат, да, приемлемый, да, то есть два варианта, да, серьезный, mute, не могу сейчас сказать, что это такое, да, и отсутствие проблем. Вот такая система приятия решений, построена на правилах аналогических, с вполне определенным логическим выводом, который жестко задан вот такой моделью процесса, либо вот таким представлением в виде тех данных, которые поступают на вход точки принятия решений. Вот, и здесь вот интересный тоже пример еще, это сравнение вот этих трех примеров, трех подходов, то есть, что, что дает, что дают разные подходы, то есть, есть подход на основе правил, ой, на основе только процессов, это либо BPMN нотация, либо это просто какая-то программа, и, соответственно, к ней какие элементы используют, да, тут есть расшифровка, что N это number of активности, то есть процессов, то есть число процессов, число гейтвеев, где вы ветвление делаете, и число потоков. Значит, соответственно, тут можно понять, что во всех случаях, если вы добавляете вот эти точки принятия решений, вы вполне очевидным образом можете подтвердить, что действительно у вас сокращается количество элементов в вашей модели, описывающей процесс, то есть вот модель, описывающая процесс, здесь у вас было сколько, 19 элементов, стало 7, за счет того, что вы применили точки принятия решений, здесь у вас было больше 30, стало чуть меньше 30, 29, здесь было чуть ли не 45, стало 30 с лишним, то есть налицо вот такие чисто формальные метрики, которые показывают, что описывать логику в виде процессов только процессов или только процедур, это не самая лучшая идея, то есть все это превращается в какую-то кашу, которую очень сложно поддерживать. Соответственно, основной вывод этой статьи в том, что нужно стремиться разбивать процесс, отделять процесс и точку принятия решений. И точки принятия решения описывать с помощью формальных правил. Вот, наверное, основной посыл этой статьи и основные примеры того, как можно, например, описывать формально-логический подход, о котором мы говорили, как он может выглядеть. То есть это вот на примере BPMN нотации и нотации DMN плюс DRG мы можем видеть, как, например, эта логика может быть описана в конкретной системе. Вот. Ну что, что теперь, что теперь интересно посмотреть, а как это вообще может быть реализовано на практике. то есть BPMN и DMN и DRG и DRD это некоторые модели, которые мы сейчас в статье посмотрели. Вопрос, как, например, теперь все это применить на практике. То есть понятно, модельки мы нарисуем, не проблема, разложим логику, там, выберем точки принятия решений, опишем процесс правильным образом, чтобы у нас все было четко. Вот. Что теперь дальше с этим делать, да? Ну вот для примера мы рассмотрим с вами такой продукт, называется Камунда. Это опенсорсный движок как раз для реализации систем на базе этих нотаций. DMN, BPMN, ну и здесь еще бонусом идет CMN. Это менее формализованные нарисованные тут кейс-стадии, да, когда у вас нет четкого процесса, есть разные альтернативы опциональные. Вот. В некоторых ситуациях бывает удобнее описывать таким образом. логику процессную. Вот. Но тем не менее они все, то есть они тоже являются некоторой такой точкой внутри вашего бизнес-процесса. Так же, как DMN, который описывается в виде правил. Также есть вот еще другая нотация CMN, где вы можете описывать ситуации некоторые. Соответственно, разные варианты развития этих ситуаций. Вот. Это продукт Камунда, это состоит из двух частей. Первый – это движок. Первый – это вообще на самом деле средство моделирования, где вы можете вот такие схемы составлять, составлять точки принятия решений, составлять разные ситуации, встраивать эти ситуации в ваш бизнес-процесс, в вашу модель. То есть, составлять модель вашей системы. Вот. Вторая часть – это движок, который позволяет вам эту модель запустить на исполнение. Вот. И дальше только необходимо описать, что из себя представляют эти сервисы. То есть, что это такое. Если это какие-то сервисы, ну, вспоминаем, на этой картинке, что у вас есть набор сервисов, которые решают локальные задачи. Оценивают погодную ситуацию, оценивают ситуацию вокруг, оценивают ситуацию оборудования. Там, и принимают какие-то решения. Вот у вас четыре сервиса, соответственно, вам нужно написать только эти сервисы. А дальше разработать модель того, как эти сервисы взаимодействуют друг с другом в зависимости от различных ситуаций. Например, там, проверка по расписанию, планирование по расписанию, да, или планирование после того, как закончился текущий маршрут. Вот. То есть, вот этот продукт, он позволяет вам, соответственно, описывать такие модели, разрабатывать их, тестировать и, как говорят, разворачивать их уже в виде готового приложения. При этом программировать вам нужно только вот эти вот сервисы. А в многих случаях даже и сервисы не нужно программировать. То есть, какие-то типовые вещи, мы сегодня, наверное, на них еще посмотрим. Какие-то типовые вещи можно прямо даже без программирования реализовывать. Такие, например, как заполнение форм, обращение к внешним сервисам. все это можно сделать тоже без программирования. То есть, такой чистый инженерный подход, позволяющий вам сначала построить модель, а затем в эту модель развернуть в виде готовой программы с минимальным набором каких-то программистских усилий. Вот. Соответственно, давайте тогда сейчас тоже перерыв сделаем, пока нас не выбросило из сессии. И потом переподключайтесь, продолжим.